МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаменательную дату военной истории нашей страны отмечают 23 августа. Это день воинской славы России. К этому дню Минобороны России опубликовала рассекреченные документы о Курской битве. В этих документах свидетельство невиданных масштабов сражения, превосходства русского оружия, нечеловеческой силы духа, самоотверженности и героизма защитников Родины. Ровно 75 лет назад в этот день завершилась битва на Курской дуге, ознаменовавшей коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Курская битва 1943 года – одно из самых масштабных сражений в мировой истории. Она продолжалась 50 дней и ночей. Противники потеряли 500 тысяч солдат, 1500 танков, более 3000 самолетов. Потери русской армии также были огромны. Но правильно выбранная стратегия и тактика ведения боя, отчаянное мужество наших солдат, решили исход сражения. Победа в Курской битве закончилась освобождением Орла, Белгорода и Харькова. С августовских дней 1943 года стратегическая инициатива в войне окончательно перешла в руки Красной армии. Память о военных сражениях передается из поколения в поколение. И очень важно уделять особое внимание сохранению исторического наследия. В память о погибших воинах нашего района в Великой Отечественной войне в Северском историко-краевическом музее ведет свою работу акция «Звезда героя». Каждый пришедший в музей человек может открыть книгу памяти, которая хранится в Северском музее. В эту книгу памяти внесены имена и фамилии тех людей, которые были призваны во время Великой Отечественной войны и, к сожалению, погибли. И вот чтобы увековечить память этих людей, еще раз напомнить их имена, мы предложили такую акцию жителям нашего Северского района. Погибло более 6 тысяч солдат Северского района. Они отдавали жизни за то, чтобы сохранить свою родину, защитить свой дом, свое Отечество. Количество этих звездочек с именами позволяет каждому ощутить масштаб потерь в войне. На сегодняшний день уже более полутора тысяч звезд. Вот такой своеобразный бессмертный полк запечатлен в стенах музея. Акция продлится до 9 мая 2020 года. В Краснодарском крае началась подготовка к прививочной кампании. На это выделили деньги с федерального и краевого бюджета. В прошлом году в Северском районе вакцинировали больше 6,5 тысяч человек. Эпидемический порог не был превышен, а те, кто подхватил вирус, переболели без осложнений. В этом году планируют привить на 2 тысячи жителей муниципалитета больше. Прививочная кампания стартует в начале сентября. Бесплатные вакцины сделают детям, начиная с 6 месяцев, а также школьникам, студентам, медикам, педагогам, беременным женщинам, сотрудникам транспортной коммунальной сферы и людям старше 60 лет. Все они входят в группу риска. Продолжение следует... Водительское удостоверение нового поколения, как и выдаваемое в настоящее время, в полной мере соответствует требованиям Конвенции о дорожном движении. Выдавать их планируют в подразделениях госавтоинспекции, имеющих необходимые технические возможности. 25 августа в нашей стране пройдет акция «Ночь кино». Она приурочена к Всероссийскому дню кино. В музеях, библиотеках и открытых кинотеатрах покажут классику отечественной кинематографа, а также три фильма последних лет, имевших большой успех у зрителей – «Рубеж», «Последний богатырь» и «Танки». Акция не ограничится одними кинопоказами. Всех ее участников ожидает фото-выставки, викторины о кино, встречи с актерами и концерты. Присоединился к акции и Северский историко-краеведческий музей с небольшой, но интересной выставкой портретов актеров советского кино. Для миллионов зрителей старшего поколения эти люди символизируют золотой век отечественной кинематографа. Им подражали в одежде и манере поведения, а фразы и диалоги из фильмов с их участием навсегда вошли в нашу речь. Грубый век, грубые нравы, романтизму нету, не дают человеку спокойно жить. Я больше не буду. Нет. Надо, Федя. Надо. Все свободны. Штирлиц. А вас я попрошу остаться. Цель выставки – напомнить сегодняшнему зрителю, каким было советское кино в лицах. Молодые люди, выросшие на совершенно других фильмах, посетив эту экспозицию, смогут открыть для себя классику. Которое, как известно, не стареет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...